друзья всем привет здравствуйте и хочу начать с большой истории я родился в уральске переехал в кустана из кустана и луговой во фронт за нынешний бишкек из бишкека в оренбург из оренбурга в кострому из костромы санкт-петербург и санкт-петербурга я пожил в казани в испании вот наконец я стал коренным москвичом но в свое время когда я жил джамбульской области в село луговое меня мама повела в зоопарк передвижной зоопарк найти такие вот ездили животные в таких вот клетках я впервые в жизни увидел бегемота бегемот который плакал я реально видел как плачут бегемоты у них вот такие белые вот здесь вот слезы я попросил игру мама пожалуйста уведи меня из этого зоопарка потому что я считаю что это неправильно вообще человек должен сидеть в клетке и смотреть за тем как гуляют животные на природе а не наоборот и сегодня я хотел бы с вами поговорить о потрясающей стране под названием африка ученые считают что вообще человечество пошло из африки поэтому устраивайтесь поудобнее будет много интересных фактов информации для начала представлюсь меня зовут дмитрий кузеняткин актер ведущий музыкант шоумен и я ведущий в комбо турах три года назад так получилось что наши пути пересеклись и я этому несказанно рад я заядлый путешественник этот у меня появилась официальная работа путешественника гида ведущего и я получаю массу удовольствия от того что узнаю новые факты путешествую знакомы с интереснейшими людьми и в этом году мне повезло побывать в африке до этого я еще никогда не был в африке и вот в этот раз мы отправились бацвана замбия зимбабве но на самом деле у нас там был еще один бонус это юар об этом расскажу чуть попозже но сейчас мы начинаем здравствуйте погнали для начала непосредственно про наш план мы собирались посетить три страны это бацвана замбия и зимбабве африка это большой довольно континент континент он гораздо чуть поменьше чем евразия и он как и у нас делись там юг восток запад и центральная часть так вот мы поехали это куда это на южную часть значит в бацване есть удивительнейшее место река которая если посмотреть с прямо из космоса то она одна из трех уникальнейших рек который высыхает в пустыне то есть она просто вот она как огромный такой знаете веник вот ты смотришь на нее он вот так вот прям красиво высыхает и вот мы поехали туда для того чтобы почувствовать африку что называется своей кожи побыть там и прочувствовать ее первобытные река называется акаванга и я прям рекомендую вам записать вот где-нибудь себя в заметках и потом обязательно посмотреть в интернете как она выглядит из космоса она правда очень красиво и вот на одной из таких вот веточек построили лагерь построили лагерь причем так что вы понимали там лагеря стоят но вот именно для нашей группы построили персональный лагерь я сам альпинист я побывал на трех серьезных горах это эльбрус белуха пик ленина 7134 метра и я знаю что такое лагер и я знаю что такое палатки но это был лагерь 5 звезд чтобы вы понимали мы там я не знаю у нас были туалеты у нас были ванны его и ванны как они там называется душевые кабины у нас по вечерам горели канделябры со свечами пекли хлеб ну короче надо отдать должное организаторам вот принимающая сторона сделать все возможно чтобы мы себя чувствовали ультра комфортно на вопрос другом одно дело когда ты живешь в этом пятизвездочном отеле тире лагере а другое дело когда ты засыпаешь и слышишь что у тебя буквально метрах там в 30 в 50 ты понимаешь что это лев или там например ты засыпаешь этих точек и понимать что это просто пробежали зебра у тебя под по зато реке каванга или у нас проходит лекция и я смотрю что-то все как-то встали но и так сбоку и весь лагерь встал куда-то пошел его чтобы что пошел хрите иди сюда и мимо нас в 20-30 метров просто проходит слоны стадо слонов или девочки у нас такие утром проходит и их так немножко потрясаю учу случилось что случилось по пойдем со мной что такое у нас какашки слонячие перед входом лежат то есть причем там уже на четвертый день играли миф футбол понят дела можно так под успокоились поняли что они даже больше нас не боятся нежели мы их но вот это вот ощущение побыть вот вы знаете вот в дикой природе и это прям неописуемо конечно удовольствие очень интересный момент когда мы проезжали по деревушкам мы видели что там пасутся коровы ну вот как примерно как у нас а потом мы уже сели на такие большие лодки с этими не там обычные движки были и знать и такие вот ты плывешь по этой реке и такие деревянные ворота они вот как так откатываются а мы такие что это за ворот таки гид нам говорит добро пожал в дикий мир это специально от диких животных чтобы они не буфала по моему те дикие коровы чтобы они не заносили вирусы и все что с этим связано и то есть знаете прям так интересно было то есть какой-то такой деревянный забор колышки такие торчат и ты понимаешь вот ворота вот так открывается и вот там вот закончилась цивилизация вот здесь вот как бы начинается вот прям дикий мир очень конечно интересно и сразу сходу мы там метров буквально через 50 100 уже увидели лежащих загорающих крокодилов вот таких вот бегемотика вообще бегемотики вот из детства я помню это так милое создание для кого вот бегемоты это милое доброе создание поднимите руки пожалуйста так вот это самое опасное животное в африке самое опасное что вы понимали у бегемота толщина кожи 6 сантиметров он вообще нифига не боится от слова совсем и более того когда проезжают на вот этих вот лодочках группа водители специально проезжают это место очень быстро потому что они нападают на лодке у нас был случай когда мы проходили и мы прям почувствовали что нас толкнул снизу а представляете если ты вываливаешь туда там вот такие вот красавцы на тебя не только поглядывает но еще с большими пастями у них вот когда они зевают да вот это у нас тоже такой здесь вот когда они зевают мы такие думаю какие они миленькие как развивать на самом деле в этот момент они нам угрожают они нам показывают какие у них огромные клыки клыки у них порядка 40-60 сантиметров вот такие вот штуки причем один если вы посмотрите на фотографии он у них вот так вот горизонтально то есть вот так вот еще вот так вот как вы думаете для чего нападать то есть они специально открывают пасть чтобы противник но в смысле другой бегемот не вспорол шею другом бегемот то есть это вот их такая система ну вот такие вот бегемотики там вообще очень много интересных фактов сейчас мы до них тоже доберемся полетали на вертолетах над в дельтой реки акаванга еще раз повторюсь прям запишите акаванга и посмотрите в интернете из космоса очень интересно выглядит конечно очень необычные впечатления эмоции плюс ко всему у нас было два вида сафари было речное и было сухое об этом чуть попозже вот это вот так вот выглядит речное сафари и когда жарко соответственно животное выходит когда чуть прохладно их 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 чуть меньше что касается рекордов африки но вы понимаете что самое высокое животное где в африке самое большое животное это где а какое африканский слон до а самое быстрое животное где совершенно верно гепард это тоже в африке вот так вот выглядела наша деревушка который вот специально для нашего нашей команды построили вот так вот у нас они были разбросли прям вот здесь вот была тропа слонов и они его соответственно здесь гуляли мы вот там вот завтракали вот здесь вот вот здесь вот например просто они паслись или бегали зебры уникальное правда ощущение когда прилетали вертолеты летали они так разбегались потом опять собирались ну непонятно кому было интереснее то ли нам на них смотреть то ли именно надо с нами ездила ирина хакомада как эксперт и ирина называет себя челосов философ который пропагандирует chill да да вообще все что связано с каким таким ослаблением с каким-то пониманием этого мира ну и конечно у нас проходили лекции с ириной ирина неоднократно была в африке и она сказала что сюда нужно возвращаться возвращаться и возвращаться это то место где ты можешь подпитаться где ты можешь вновь подзарядить свою батарейку потому что повторюсь считается что вообще человечество пошло из африки некоторые ученые так суть считают и могу сказать вам хочу про закаты вам рассказать да потом вернусь к зебрам это правда но что там что-то по-другому вот мы привыкли к каким-то определенным звуком у нас стране да кто например не из москвы поднимите руки есть все остальные из москвы данного допустим выезжайте в откуда да 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 я я я понял да это знаете как сын олигарха спускается в метро и говорит а вот и какое подмосковье вот я понял да у нас все что уже за пределами када уже считается не москвы так вот я просто чему к тому что мы привыкли к определенным звуком мы привыкли как стрекочет там я не знаю кто там кузнечик или кто-нибудь сверчок там лично то есть вы выходите вечером и у вас есть представление того как это будет звучать какой примерно будет закат там или еще что-нибудь когда ты находишься здесь у тебя совершенно другие ощущения там например квакает лику лягушка звонок был был фрок называется тоже запишите наберите в интер очень я в первый вечер такой стою закат по закат час отдельно расскажу я слышу какие-то новые звуки я просто помолчить вы послушаете и там действительно знаете ощущение что вот как-то все совершенно по другому и закаты друзья нам говорили о том что приедьте туда и посмотрите на то какие там бывают закаты опускается солнце но вот у нас как солнце опустилась ну и там чуть-чуть полосочка такая красненького да там какого-то алого и все темно там солнце опускается еще минут 15 красное небо просто багряная алая переливается она меняется вот эти все лягушки вот эти звонки какие-то зебры ну короче то есть там ты стоишь и ощущаешь себя совершенно вдруг в другой какой-то в другой в другом мире немножко расскажу вам про зебр для кого зебры тоже очень милые создания поднимите пожалуйста руки так вот сейчас я развею этот миф оказывается это одни из самых безжалостных вообще животных в африке в чем дело вот например если беременная самочка заблудилась отбилась от стаи изобрела в чужое племя самец ее может вообще забить или пинать ее чтобы она у нее произошел выкидыш если он что-то просто не понравилось он тоже может ее запинать и чуть не затоптать всем стадом там на самом деле зебры это удивительно расчетливые вот прям боящийся за свою жизнь животные или например так есть такие косули по моему не называется у них там на попе такая буква м местных называет макдональдс и такие маленькие косульки они прибивают прибиваются к этой стаи вот и и специально тоже топчет для того чтобы она не привлекала хищника хищников то есть зебры это действительно те животные которые очень сильно борются за свое выживание и они там не щадят никого слоны сразу сходу вопрос и давайте мы в конце вот моего выступления как бы просто на победителя да небольшой вопрос сделаем значит почему слоник рождается с маленьким хоботом я задал вопрос а в конце вы мне напомните ладно почему слоник рождается с маленьким хоботом идем дальше слоны и удивительные животные во первых они живут с семьями они живут в стаями и если вы видите стаю скорее всего там в основном женщины либо же маленькие мальчики есть до 11 лет потому что как только парню исполняется один след ему дают пендели и он уходит и гулять по полям самостоятельно он может гулять где-то рядом но он не в стае и он ходит ищет других самочек как только самочка какая-нибудь захотела значит ребеночка она от стае на пару недель отходит делает свое дело и возвращается удивительно что слоники когда маленький вот вид как понять до годика слоник или нет он ходит под пузиком и вот прямо их тыкс развин потом как только он и мы им он чуть чуть больше у него хобот отрастает берется вот за за хвостик и переносит что касается допустим перевозки животных через реку они правда не на спину себе берут переводе то есть они друг друга поди они плачут когда кто-то умирает из близких на самом деле у слонов вот поучиться семейности это прям можно и нужно они очень семейные и очень крепкие у них отношения умные мудрые животные и кто знает сколько вынашивает ребеночка слониха два года два года представляете два года вот происходит это удивительный процесс но то есть слоны конечно там африканские никогда большие они проходят это прям завораживающее зрелище идем дальше сухое сафари повторюсь у нас их было два у нас было вот водное сафари и сухое сафари и совершенно два две разные эмоции потому что если здесь ты едешь там на лодке тебя там толкают эти бегемоты и там переплывают крокодилы когда ты так это рукой знаете как это фильмов пока ты так хочешь рукой типа теплой водички а те гид убери ты чё вообще то что что да ничего вот съели пол руки в прошлом году значит ну то есть это как бы вот одновременно и смешно и не смешно вот что касается сухого сафари такая большая классная машина вот как в фильмах показывают на человек наверное 8 и вы знаете это настоящая охота это вот как в мультике где там этот шарик то с ружьем бегал то есть это а просто к вам самая настоящая охота то есть ты сидишь с телефоном и он такой прием прием до видел льва там того 20 машин в эту точку кто быстрее кто ближе займет какую-то там позицию и мне очень понравилось когда ты сидишь и когда мимо тебя лев вот такой вот в холке а если быть точнее не лев а львица потому что львы загорают и редко вообще охотиться охотиться в основном львицы и когда знаете ты стоишь в этой машине они нас вообще представляют как железная консервная банка то есть мы для них не представляем интереса они там за этим макдональдсами значит бегают ну вот и ты сидишь в этой машине мимо тебя проходит львица и ты слышишь как она своими лапами шуршит по траве и у нас сидел один из участников сергей он такой снимает снимается сам на нее значит смотрит и она такая она на меня посмотрела то есть но это это правда то есть когда у тебя на расстоянии вот просто трех вытянутых рук и проходит львица это конечно мощное ощущение это все фотографии которые мы сделали в нашем туре это вот такой вот гепард честно говоря я не видел гепард гепарда но у нас часть нашей группы они прилетели вот с такими глазами а мы видели видели вот такая вот красивая красивая очень изящно вот по моему вот по моему это вот эти вот а вот видите это вот соответственно львица охотиться и мы вот практически вот на расстоянии там не за 300 метров вот они собственно сладенькие бегемотики которые живут в своей среде и я вам признаюсь честно вот вспоминая свой свою историю шестилетнего пацана который видел как бегемот плачет белыми слезами искренне радовался когда видел вот на берегу вот таких красивых здоровых уверенных вот а мы там мимо них пробегали значит либо проезжали на лодках поэтому ощутить вот эту знаете природу ощутить того как это должно происходить в настоящее кто кстати поднимите руки кто не любит в цирках животных вот просто не вот цирк дюселей например да на что они сделали ставку они вообще отказались от животных сказали вот люди классно делают шоу пусть они вот с этим занимаются вот мое представление что действительно мы должны сидеть в клетке и смотреть за тем как на животные гулять дальше мы поехали в две другие страны но прежде чем я вам расскажу про замбию зимбабве это наши прекрасные девушки вот с ириной у нас получилось так что мы опоздали на пересадку в юар сразу на будущее хочу дать вам несколько совет все те кто собирается в африку лететь там все медленно второе там как в 90-х у нас россии то есть у нас было ощущение что там все заполняют от руки его знать вот эти выдали посадочный талон просто и за час заканчивается регистрация за час то есть у нас за 45 минут у них или 40 до у них за час вещи лучше брать с собой потому что у нас открывали чемоданы вскрывали чемоданы то есть какие ценные вещи пропадали а еще сейчас первое второе а еще они не долетали или улетали куда-то не туда и у нас вот в этот вот лагерь который увидели где-то человек пять-шесть в таких красивых костюмах знаете прям как из офиса они такие вставали рано утром потому что у них ничего другого не было и расскажу вам про про то как мы остались в йоханнесбурге юар мы опаздываем на пересадку буквально на пять минут потому что раньше закрывается на будущее берите там минимум запаса часа два-три и значит у нас группа 10 человек все таки ну что делать давайте думать давайте я думаю ну я вроде как ответственны за эмоции за настроение и там гид сопровождающий на что-то придумать на целый день там застряли в йоханнесбурге я значит открываю телефон читаю есть что делать если вы застряли в йоханнесбурге на один день пункт номер один ни за что не выходите из аэропорта я такой в смысле и читаю что там вообще криминал там просто мама не горю и это правда но я понимаю что сейчас тут целый день группу держать где-то там в кафешке в ресторанчике но как-то так себе я значит выхожу из аэропорта просто подышать теплым воздухом смотрю подъезжает автобус оттуда выходит три стюардессы но я понимаю что это автобус который работает здесь в аэропорту я риск решил рискнуть я к ним подхожу игры слушайте давайте небольшую экскурсию до центра йоханнесбурга и обратно там два часа мы из автобуса даже выходить него да окей без проблем и обставил вроде вроде все в порядке я значит к своим я автобус нашел пойдемте прокатимся да здорово они мы садимся в автобус дверь закрывается мы отъезжаем я открываю эту статью и говорю итак прежде чем поехать на экскурсию небольшая статья я зачитываю что там действительно криминалы все дела но мы добрались до удивительнейшего места под названием точно название помню но это называется дом колодец или тюрьма колодец запишите тоже посмотрите невероятно интересное место суть заключается в том что свое время построили небоскреб и это была тюрьма и он такой как колодец как в петербурге прям очень 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 высокий вот потом поняли что он что-то как-то для тюрьмы прям совсем получается круто давайте и сделали из этого жилой дом но знаете мы прям почувствовали какой-то дополнительный такой вот драйв и адреналин чтобы туда попали но это правда был дополнительный бонус к путешествию и потом уже попали в более цивилизованное место в центр йоханнесбурга и оказывается это финансовая столица вообще юар и там есть и памятники и все что с этим связано короче будете в йоханнесбурге не делать так как села ли мы вот потому что без гида там очень опасно и вообще когда-то проезжаешь по и хана сборку и вообще вы знаете когда попадаешь в афир в африку хочу вам сказать мы очень хорошо живем мы очень хорошо живем неважно это подмосковье или в москве у нас все очень хорошо потому что очень бедная страна они занимаются тем что делают поделки там и не знаю просто какие-то копейки собирают ну то есть у нас поверьте все прям очень хорошо так это наши прекрасные женская половина встречающая сторона диана кэмп ирина наши участницы и мы поехали в один из дней это уже было у нас в зомби мы поехали в один из дней в на ретро поезде royal ringstone express и вы знаете ей прямо было ощущение вот что ты вот эту шапку не просто так тоже вот на дело она такая под пробковую вот эту африканскую шапку шляпа что ты вот из тех времен знаете из красного тика дерева не за счет будут тогда когда тебя афроамериканцы обслуживают хорошее вино там мясо там меню интересно от шеф-повара и он да он может быть не там как-то супер сильно катается и там у него вообще такая программа так между нами он там чуть-чуть проехал стало темно и стоит вот сама вот это вот ощущение и плюс ко всему он останавливается на границе зомби и зимбабве там с видом на водопад виктория правда под виктория сейчас отдельный конечно разговор но вот это вот ощущение чтобы почувствовать себя вот как это тогда себя чувствовали и не знаю кто колонизаторы англичане вот прям можно ощутить и конечно же сам водопад виктория два километра высота мы приехали в африке зима то есть это это малая вода и благодаря тому что это небольшая вода в реке зомбезе есть еще возможность побыть в купеле дьявола сейчас это же отдельный разговор если интересно наберите фильм про реку зомбезе рыбак где-то знаете 80 70 лет от первого лица рассказывает как вот он как он там живет что его тут дед ловил рыбу прадед ловил рыбу очень интересно вот прям с каким-то диалектами bbc сняли этот фильм прям рекомендую посмотреть два километра у меня была детская мечта я помню еще с уроков географии я когда увидел все вы про ниагару 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 ниагар отдыхает сравнению то есть они просто немножко разные американцы молодцы умеют сделать из этого шоу а здесь вот вы знаете когда ты просто соприкасаешься с природой из такой какой-то неистовый мощной и когда ты подходишь дрожит земля у тебя ноги дрожат тебя вот этот вот брызги причем кто-то говорит да вы не понимаете она не вниз падает она падает вверх потому что мне реально иногда ощущение что она падает а потом она тут же взлетает наверх и тебя этими брызгами обдает и счастливы в тепле в радуге радуги две причем она бывает и днем и ночью то есть это правда удивительнейшее зрелище и она такая мощная вот мы такие вроде себя люди иногда думаем ох какие мы крутые подходишь к ней вот это конечно удивительнейшая я просто рекомендую вам замечтать посмотреть это вообще что касается африки там это все доступно и можно сделать самостоятельно там очень много туристов которые приезжают самостоятельно вопрос другом что есть места в которой вот как йоханнесбург например туда вот лучше не ехать ну то есть без гида и есть там ряд других стран потому что криминогенная обстановка факт но вот что касается просто съездить посмотреть увидеть такие вот красоты я рекомендую вам это замечтать конечно это вид вертолет он кстати вот два километра она вот разливается причем на нее мы смотрели как стороны замбиток стороны зимбабве значит счастливый молодой человек вот он висит над обрывом там 180 метров и меня держат за ноги два африканца вот ну сейчас вы еще посмотрите фильм поймете как бы масштаб просто вот этой фотографии пока просто запомните этого счастливого значит паренька кудрява так а ну вот кстати этот вид видно да вот причем я хочу обратить внимание стоит на краю до парень которая смотрит за тем чтобы я не уронил телефон вот на самом деле там сто восемьдесят метров высота и грохот стоит неимоверный и мы спрашиваем скобу спросите а у вас были несчастные случаи знать как бы там группа приезжает все люди более-менее адекватные что вы что с 1990 года мы этим бизнесом занимаюсь тут ни разу никого не был а а потом когда ты переплываешь через вот эту реку а вот здесь вот тебя вот здесь вот просто натянуты две веревки ну не знаю тут не очень видно и кто-то кто не очень умеет хорошо плавать их просто сносит они цепляются за эти веревки вот с такими глазами нет понятно ребята работают всех выхватывает спасает вот но мне кажется что кто-нибудь там точно когда-нибудь улетает так что очень прям яркое впечатление в моей жизни в том числе вот если вы боитесь плавать точно не надо если вы хотите кто с парашютом прыгнул поднимите руки вот это примерно вот что-то из-за из этих же ощущений вот такой такой же адреналин вот но у нас вся группа сплавала вся по фотографировалась это конечно незабываемо мы побывали в элифант элифант кафе то есть вообще надо отдать должное там очень бережно относятся к животным и мы например даже когда вот были на реке ходили там раз лежат кости крокодила кто-то такой только дотрагиваться нет не трогайте не надо типу здесь лежат пусть это там или что-то вот то есть прям местно очень трепетно относится к животным и вот в элифант кафе например подобрали раненую раненого слоненка воспитали у нее там целая семья потом она пошла гулять привела еще одного заблудившегося ребенка и там вот целая такая семья у них растет и это конечно они они правда знаете вот как есть вот добрые собачки такие вот домашние это вот добрый вот слоник знаете там сколько тонн там весят тебе дают сумку и ты просто ним там кормишь его он там тебе целует ну то есть это такое какое-то незабываемое ощущение так а собственно все спасибо вопрос да почему у слоненка маленьких опыт для балансировки еще не наступать да то есть можно запнуться и кувыркнуть так еще варианты из утробы вылезти а то помешает конечно зацепился да еще варианты все же помнят да что вот слоненка дорождает в него почему до крокодил не укусила если укусил чтобы он его там вытягивает 100 из мультика так еще варианты но маме не мешал то есть мог но от мама чтобы не наступила на на хобода ну так ну а еще раз помните да то есть слоненок ходит под мамой действительно когда маленький бинго маленький носик чтобы он не мешал молочко пить у мамы и он маленький а потом он вырастает вырастает начинает отрастать хвост и он же начинает есть траву так что вам аплодисмент вы выигрываете так мы хорошо какие у вас есть еще вопросы никаких мы ездили зимой зимой нет не мухи cc не малярийных комаров и все же и вот всех вот этих вот страшных названий приведет никаких не делали единственно мучают до сих пор с пцр то есть это вот прям постоянно заранее и мы вот там издавали да еще вопрос ну дней десять наверно там до двух дней 10 на среде ну да они там сейчас отвоевали у них ну короче все у них плохо теперь стало но в каком смысле то есть раньше все были там заводы пароходы и вот это все такое управленческий аппарат была нормальная сейчас даже в ну там юар юар например то есть как только у них вот произошла вот эта перемена то есть все очень сильно ну просто сами по себе люди я так понимаю ленивые вот природа наверное я не знаю не хочу там не хорошо неплохо вот но до этого действительно была богатейшая там страна с большим количеством всего всего а сейчас ну прям прям там страшно да за африки правда уганду раунда кении да там я так говорил что в национальных парках в период туриста гиды в обязательном порядке старается вот этих львов потому что считает что белые люди вот в первую очередь уже пофигу ради одной цели увидеть львов лучше старшего вектор она уже почти в момент закрытия парка так не обнаружу где много львов обратился к гидам можно ли это чуть подольше чтобы найти львов так вот вот что гиды местные взяли специально за львам подождались полчаса после закрытия парка отдельно спроводили что-нибудь в устье из этого парка а вот такой вот на территорию зимову для тех кто сейчас смотрит нас онлайн вопрос прозвучал правда ли что гиды стараются сделать все возможно что белые люди увидели львов правда ну то есть вот показывал про сухой сафари что прямо не охотились то есть у них задача такая чтобы мы вот их увидели то есть правда да еще может быть вопросы все все понятно но еще еще раз да просто подвести итог ну я рад я искренне рад что у меня была такая возможность увидеть и собственными глазами хочу ли я еще это увидеть да хочу заряжает ли это как-то заряжает можно ли это сделать самостоятельно да конечно же можно сейчас правда ситуация такая что непонятно как и чего но однозначно мне кажется что африка будет открыта и повторюсь увидеть африканские закаты увидеть животных в в естественной природе услышать как звучит африка почувствовать запах африки кухню посидеть вот в таких вот колониальных поездах или ресторанах и почувствовать как это было как это происходит посмотреть на то как живут африканцы и в очередной раз понять что у нас все хорошо вот что у нас правда большая и великая страна и есть своя культура и есть чем гордиться мне кажется что это можно может даже нужно своей жизни сделать спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok